Привет, друзья, с вами Кик, и сегодняшнее видео будет про причину, которая давит на рынок. Но на эту причину, как у американцев принято говорить, на весь Джо. Не обращать внимания, ибо у него короткая память. Да, проблема инвесторов – это короткая память. Это видео, следующее видео будет про вопросы, которые забывают вот эти короткопамятные инвесторы, и что остается открытым и давят на рынок. И когда вот эти вопросы будут решены, вот тогда и основная институциональная часть инвесторов может без страха инвестировать в этот рынок. Итак, в чем же этот вопрос? Мы знаем, что Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Zcash, Monero и очень много монет используют технологию POV – Proof of Work. Почему я назвал это видео Proof of Workless? То есть подтверждение бесполезности. Потому что Proof of Work уже давно себя исчерпало, истощило и полностью вредит тем проектам, тем идеям, которые базируются на этой технологии. А вредит чем? Вредит тем, что если сеть маленькая, ее очень легко взломать, сделать атаку на 51% и получить в итоге двойные транзакции, что и является катастрофической. И когда в последний раз Ethereum Classic, да, несколько недель назад, кажется, это неделю назад или две, там тоже была атака на сеть, Ethereum Classic, были допущены двойные транзакции. Тут очень важно, как к этому относятся медиа и промежуток, как долго они говорят об этой проблеме. Так вот, медиа все время относится к этой основной проблеме с такой стороны, что да, там была атака, 51%, были двойные транзакции, но вот как хорошо, что разработчики этого проекта поняли, что там атака и решили этот вопрос. А как они решили этот вопрос? Они просто добавили количество подтверждений для транзакции. Но вот проблема в том, что это не решение. То есть, если что-то ломается все время и может ломаться в дальнейшем, решить с тем, что просто все время клеить это, это не дает в итоге результата. Можем сделать такую аналогию, что вот здание все время может рухнуть, но для того, чтобы оно не рухнуло, каждый раз, когда дает трещину, мы просто покрываем замазку на эту трещину. Так вот, проекты могут рухнуть, и они все время просто делают замазку, и они не меняют фундамент. И как только делают замазку этой трещине, через несколько дней максимум, Авера еще забывает про то, что эта система все равно может рухнуть. Он об этом забывает. А вот институциональные инвесторы, они об этом знают, они об этом не забывают, и не будут вкладываться до тех пор, пока основной фундамент не будет изменен, и если не на 100%, но хоть и на 90% введет будущее, скажем так. Касательно биткоина. На биткоин тоже на ПОВ, на биткоин тоже можно сделать 51% атаки. Да, на сеть биткоин это возможно, и это стоит на сегодняшний день, на запись этого видео. Такая атака будет стоить 232 тысячи долларов, ну с чем-то. И на каждый ПОВ можно рассчитать, сколько сет нужно, чтобы сделать двольную транзакцию, чтобы сделать, атаковать сеть на 51% и сделать двойные транзакции. Смотрите, вкладывать миллион долларов в биткоин, зная, что в любой момент кто-то может атаковать сеть, они не будут. И сейчас зная, это пожалуйста, в дальнейшем никогда не забывайте основные проблемы, которые есть в технологиях, в которых вы инвестируете. В этом канале я не говорю, я не говорю про трейдинг. Трейдеров, это они продают на такой новости, вот была атака, покупают на обратной новости. И не надо быть короткопамятным инвестором. И да, спасибо, что сказали межстранное, такое слово нету. Получайте, я это слово виду. И еще у меня есть такая идея. В конце каждой недели сделать видео ответы на вопросы. То есть я буду отвечать на ваши комментарии, которые во всех роликах. Я посмотрю, где что. И соберу все ответы, и сделаю одно видео. Что вы думаете об этом? Ставьте в комментариях. А сегодня будет, если успею, еще сделаю одно видео касательно Cordon Network, R3 и Ripple. Где все это начиналось, куда все идет. Это очень интересно. Я просто пошел назад, назад, назад до 2016 года. И это довольно увлекательная история, что связывает R3, Ripple в итоге Cordon Network. Спасибо всем. Пока.